Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, обожаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс продолжает свои программы. У нас на связи Швейцария, Цюрих, и ясновидящая парапсихолог, наш добрый друг Лариса Суверон. Лариса, здравствуйте! Добрый день! У нас 9.40 утра в Чикаго, в Швейцарии в этот час 16.40, ну а в Москве на 1 час больше. Ларис, мы в прошлый раз говорили о разных вещах, и было очень много, вообще-то говоря, просмотров, что, конечно же, радует людей, интересует, интересует и вы, интересует те темы, которые мы затрагивали. Очень понравилась ваша медитация, солнечная медитация, вот. Ну и резонанс вызвали ваши предсказания. Вы, поскольку являетесь ясновидящей, то, конечно же, это понятно, что вы и предсказатель. И вот, вы знаете, я дал послушать нашу программу, поскольку наши программы все записываются, они идут в YouTube и дальше они идут в Facebook, то программы прослушиваются те, кто не могут в реальное время, как мы с вами сейчас беседуем, присутствовать. Так вот, астролог, довольно известный российский астролог, он, помимо того, что он сказал, мне очень понравилось ваш корреспондент, который находится в Швейцарии, ясновидящая, он даже сказал, я могу предположить, где вот это негативное событие, которое вы видели, ну, примерно ориентировочно с 15 июля может произойти. И вот он обозначил несколько точек, одна из них Средиземное море, где-то вот южная оконечность, скажем, Италии, где-то примерно в этом месте. Одна точка это Латинская Америка, а если мы говорим о водном пространстве, это действительно Япония, и где еще, это возможно, возможно, где-то в районе побережья Нью-Йорка. А если говорить о, скажем, неводном пространстве, потому что, да, еще в Латинской Америке тоже может быть такое событие. Вот эти, те точки. Ну, кто-то сказал, что может быть Йеллоустон, это находится на территории Соединенных Штатов. Так что вот такой резонанс вызвала наша с вами программа, и ваше предсказание, ну, нам остается всего лишь дождаться, когда это, ну, может произойти. Дай бог, чтобы это не произошло. Но я знаю, что вы не тот человек, который, так скажем, за свою репутацию бьет копия. Вот я сказал, вот оно произошло, я радуюсь, что оно произошло. Событие негативное, любое такое, событие такого рода, оно, конечно же, негативное. Ну, давайте мы сегодня поговорим о здоровье. Вы все-таки врач по профессии. И как описывалось и описывается, и я сам, в общем-то, с вами уже неоднократно на эту тему беседовал, о том, что человек, вот как вы, может видеть, в общем-то, то, что происходит внутри. То есть без всяких, на самом деле, каких-то рентгеновских аппараток или других приспособлений, которые употребляются сегодня в современной медицине. Скажите, как вы это видите, и как вы помогаете людям избавиться от каких-то проблем, или, допустим, их направить, пока они еще не знают, что у них что-то там происходит. То есть вы как бы, что ли, как диагностирующий, что ли, аппарат. Можно так сказать или нет? Добрый день, дорогие слушатели. Очень приятно, что вы все меня признаете и слушаете с интересом. Я, конечно, не прогноз того, что есть, а, в общем, могу объяснить ситуацию нашего здоровья. Наше здоровье состоит из психологического состояния человека. Опять же, психология, психология здоровья. Все мы знаем, что у нас мозг разделен на две части. Левая, правая. То, что происходит между этими, это наше мышление и наш выход в эфир психологический. Мы с детства резервируем себе болячку, с самого детства. Есть ли у нас очень внимательные родители, они это замечают. И то, что зарезервировал его ребенок, пытается снять эту резервацию. А простите, я вас прерву на секундочку. Что вы имеете в виду, зарезервировал себе болячку? Это неправильное отношение к детям. Это грубое напряжение к детям. То есть, заставлять ребенка. То есть, вы имеете в виду, это все делают родители по отношению к нам, к детям. И мы к своим детям. Начало изначал, это родительский дом. Генетический родительский дом. Если это генетически уже входит в систему, то, конечно, оно остается, эта болячка зарезервирована. И в итоге приходят те, кто зарезервировал, они приходят на эту болячку. Но она идет в процессе. Так как растет ребенок, и растет с нами постоянный какой-то конфликт в теле. И когда конфликт в теле, он постоянно переходит в какое-то энергетическое, можно сказать, типа заболевание. И вот это вот заболевание, то, что у нас происходит, мы можем от него спокойно отойти, если мы правильно идем к этому пути. Но этот путь у нас очень часто будет очень далеким. И когда далекий путь, мы начинаем бояться. Вот мы сделаем такой пример. Вот вы сейчас слушаете меня. Я нахожусь с вами в эфире. Вот подумайте, или вы все видите, какая у вас, например, проблема в теле. У кого-то голова болит, у кого-то спина, у кого-то желудок болит. Я сейчас беседую с вами. Я через эфир энергетический пущу к вам здоровье. То есть это будет не здоровье, а улучшение. Вы сейчас будете энергетически просто почувствуете. И потом, я думаю, что вы напишите в ответы отзывы, кто это почувствовал. И кто это почувствовал, пусть напишет, как он это почувствовал. То, что у вас сейчас будет облегчение, у кого голова болит, будет облегчение. У кого спина болит, будет облегчение. Потому что я хочу, чтобы у людей было состояние удовлетворенное. Никогда не говорите «не хочу». «Не хочу» – это вы резервируете то, что вы не хотите. И к вам это придет как тест. Поэтому эти слова не говорите. Говорите только то, что у вас восприятие идет положительное к телу. Если мы возьмем наш желудок, наш желудок очень часто говорит о том, что мы умалчиваем. И у нас первый начинает выговаривать желудок. Нам некогда кушать. Пять часов утра на работу, шесть начинается, семь раздражения, восемь поднимается. Начало, что там где-то что-то не срабатывает. Ну и, естественно, вместе с желудок. Чтобы желудок работал правильно и кушать надо правильно. А кушать и завтрак нужно заработать. А заработать как? Сорок минут. Просто ходите. Не надо гимнастику, не нужно бежать. Если есть такая возможность, просто сорок минут выйдите, даже вокруг дома пройдите. А потом придите домой, попейте чаю. Ну и съешьте там, скушайте, что вы хотите. Даже это же яичко – желток. Не белок, а желток. Возьмите и вылейте чуть-чуть песочек, не песочек, а соль. И выпейте, если кто-то может. Не бойтесь, у вас не будет ни сальмонелла, ничего. Потому что он там витамин D. Особенно это нужно делать по утрам, зимой. Лариса, простите, но ведь мы же знаем, что те яйца, которые… Я не знаю, как у вас в Швейцарии, но у нас в Соединенных Штатах эти яйца, которые хранятся, во-первых, в холодильнике, они уже не живые, что ли. Значит, 4 минуты варите. 4, не больше. Потому что 4 минуты… А вы имеете в виду… Окей, я понял. То есть, вы не имеете в виду сырой желток, правильно? Нет. Я имею в виду сырой. Сырой? Да, сырой. Но так как есть какие-то восприятия неправильные, там яйцо определяется по цвету желтка. Ярко-желтый – это значит хороший. Бледный – это уже там что-то не то. Настоящее яйцо, оно когда био, оно желтенькое. Но если вы сомневаетесь в этом, то отварите ровно 4 минуты. И не белок, а желток. Мы зададим вопрос, а что же нам с белком делать? Белок тоже нужен в теле. Но этот белок, который в яичной сфере, он не подходит в нашу современную эпоху, так как у нас очень много бактерий, которые летают в воздухе и которые кушают наши же, эти же куры. Мясо, которое вы на вапнике убивается, он тоже нам уже не идет. Возьмем даже раковые заболевания дальше. Раковые заболевания лечатся только темным всем. Темные фрукты, темные овощи, баклажаны. Фрукты – это, как по-русски, штуковица, она темная. Темные баклажаны, темные помидоры. Если вы будете в день съедать одну помидоринку и один огурчик, это уже вам будет идти общение с вашим организмом. То есть люди еще остаются теми же, но так как уже у нас повинялась орбита в другую сторону, нам нужно естественно менять и питание. Не только мышление, но и питание. То, что мы раньше уже, у нас это не сможет быть. Зайчья капуста, которая в лесу растет, мы опять же можем ее просто заварить и пить этот бульон, сперловкой сварить. Понятно. Хорошо. Скажите, вы противник местных изделий? Нет, я не противник, потому что там витамин В12. Но опять же мы идем к тому, что сейчас наши зверюшки, коровы, овцы, ну всякие разные, которые красное мясо так называется, неприемлемо оно сейчас нам, так как их закалывают совершенно в фабриках. и то, что мы кушаем, оно у нас не усваивается уже в организме, потому что мы уже сами делаемся другими. И для того, чтобы дальше идти на ковногу, надо, конечно, быть поосторожнее. Вот эта зайчья капуста тоже у нас в лесу растет. Лариса, у меня к вам такой вопрос. Ну, вы, так сказать, учились в медицинском учреждении, вы медик по профессии. Вот как вы себя сами определяете? Вы все-таки медик или вы целитель? Поскольку есть совершенно разные направления. Нет, я больше целитель. Вы целитель? Больше, потому что я не признаюсь, таблетки всевозможные, причем сейчас, еще больше стало не признавать их, потому что они те же самые таблетки, только они больше химические стали, и большие удары от них идут, от химических таблеток. Поэтому человек практически может помочь сам себе без таблеток. Это правильно, чисто организованное питание и мышление. Если мы возьмем даже, например, телефон в руку, мы смотрим телефон, мы же видим только коробку телефона, а то, что таб с нами, говорят, мы же не видим эфир этот, что где, как сидит. Это точно то самое, что и происходит сейчас. Вот я сейчас с вами разговариваю, я не просто так вам сказала, возьмите заметку, у которого сейчас сидит, у кого какая-то боль. Это вы не просто вам сейчас сказала. Я, говоря сейчас с вами, беседую с вами, к вам идет это же энергетическое состояние положительное, вот этот свет. Вот этот свет, который от целителя, он должен идти. И настоящий целитель, который рожденный целитель, там не надо настраивать, там никаких гипнозов не нужно делать. Он сам уже идет. Идет как помощь. И даже те, кто, которые не сидят сейчас, в данный момент, не слушают, но потом, когда они включат и прослушивают, это будут они тоже ощущать. Просто пускай поставят рядом стакан воды. И периодически просто пьют эту воду, и вот это состояние, которое я еще раз, третий раз говорю, боли всем, которые у нас есть, у них есть, они почувствуют их по-другому. У кого мурашки падут, у кого падет тепло, у кого холод. То есть люди почувствуют, что работает энергия. А какая, это не каждый поймет. Другие скептически отнесутся, третий к другому. Даже если сейчас у кого-то живот болит и расстройство кишечника, тоже сейчас наладится. Потому что мы сейчас об этом говорим. Мы не говорим, что он не наладится, а мы говорим, он наладится у нас. Не у меня, не у вас, а у всех, кто эту программу сейчас будет слышать. Она, эта программа, как тест. И поэтому я говорю людям, то, что они сейчас должны заметить в своем теле, что наш мозг работает положительно. Не говорите отрицательного ничего. Правое и левое. Это же не просто так говорится. Левое, но левое, правое, но правое. А то, что междунаходится, это наша информация, в которую та сходит положительная и не выходит. А если она уже вышла, то она может быть какими-то другими путями отрицательная. Если вы идете и говорите, я не буду, я бы не хотела жить в таком месте или что-то. А вот это у вас случится. Даже эти болячки, нельзя же говорить, что раковые заболевания надо лечить темным, всем темным. Потому что он же тоже темный, раковые клетки. Есть же три вида раковых клеток. И вот эти три раковые клетки, они несут каждое свое лечение. Есть же белый, рак серый и черный, которого нет будущего. Но все-таки я в этом сомневаюсь, что нет будущего. Просто к этому нужно правильно идти. Если почки возьмем, у нас почки начинают, ноги опускаются, там камни в почках. Ведь почки – это же фантом, который идет с нами рядом. Он нас до тех пор сзади держит, пока мы не надеемся, а мы живем. Я надеюсь. Да зачем ты надеяться? Ты не надейся, ты живи. Я надеюсь, что будет. Не надо, это слово нехорошее, надеюсь. Что-то надеяться там. А надо жить. И вот этот фантом с тобой до тех пор тебя держит за почки, пока ты идешь и позитивно думаешь. Но как только начинается неправильное мышление, ой, я перестал верить, ой, я не верю. Свойственно человеку на этой земле сомневаться. Свойственно. Сегодня мы верим, завтра мы не верим. Сегодня есть Бог, завтра его нет. Сегодня есть питание, завтра нет. Сегодня у меня есть деньги. А завтра я проснусь, у меня не будут. И я буду рад. А просыпается вдруг конкурс. Ну что ж тебе, бежать за это убиваться? Не надо. Это уже просто несерьезно. Воспринимите эту жизнь серьезно. А серьезно это позитив. И вот этот позитив должен у нас обязательно быть в нашем сознании. Особенно то, что связано с нашим организмом. Потому что наш дух не сможет развиваться без тела. А если тело уходит, а наш энергетический ресурс развивается, то этого недостаточно. У многих ноги опухать стали. Или одна опухает нога. Или бедра. Это же тоже говорит о том, что на какую-то ногу на мышление на какое-то стали хромать. Что-то сомневаетесь. У нас всегда найдется тема кого-то осудить. Даже мы придем к самому Богу, если нас пригласить домой, на бои таковы, нас все равно причина какая-то на это что-то там осудить. Вот какой-то угол был, ну, пыльный. Ну, все равно что-то обсудить нужно будет. Научитесь это не обсуждать. Вот берите, как оно есть. То, что оно есть, это нам дано на этой земле. И наша ось сейчас повернулась. Она еще больше вращается. Еще больше у нас мышление продвигается дальше. Один на левом полушаре, другом на правом. А нам надо, чтобы на обеих сторонах правильно было. И поэтому учитесь даже писать ногой, правой, левой ногой, правой рукой, левой рукой. И вы тогда поймете сами, о чем я говорю. То, что мы можем жить с двумя сразу вместе состоять, с энергетикой. Как говорят, что мастер, только мастер может дружить одновременно с тремя людьми. Только мастер. Трое никогда не могут дружить. Они обязательно из-за чего-нибудь законфликтованы. Но это наша картина человеческая. Так она запрограммирована. Хотя и сначала она так не была запрограммирована. А мы эти болячки, которые зарезервировали, мы их тащим за собой, если родители не заметили. А их тащить не надо за собой. Потому что каждый раз, когда ребенок растет, он меняет свой цикл жизни. Естественно, эта болячка уйдет. Естественно, очень много детей рождается с пороком сердца. Ну что же вы так пугаетесь? Если бы раньше эти были бы рентгены, вам бы и сказали бы и раньше, что каждый второй рождается с пороком. Да потому что это же ребенок. Естественно, когда утром и у матери развивается, сейчас какое состояние у людей? Более нервные, более работают. Много нужно заработать, как они считают. Много узнать, много поездить надо. Ну, естественно, все это тоже начинает к нашим детям идти. Вы не сможете их изолировать. И больно, когда чувствуете, что вот врач сказал, вот у вашего ребенка такое. Когда сердцем говорят с ребенком, ни горячие воды не надо, ни горячие, ничего. Все теплое и прохладное. Даже дети показывают, маленькие, когда у них что-то с сердцем, им показывают. Он всегда открывается, ему жарко. Это потому что сердце не хочет жаря, оно хочет жизни прохладной, свободной, летущей идти. Лариса, скажите, пожалуйста, в вашей биографии есть такой факт о том, что еще чуть ли не 30 лет тому назад вам присвоили звание феномен народной медицины. Вот в своей практике, если тогда, уже тогда, вот столько лет тому назад, это было, то есть это, так сказать, вы каким-то образом это заслужили. Расскажите об этом немножко. Ну, мне было до 19 лет. И так как меня узнали через прошлых моих родственников, моей прабабушки, то они появлялись ко мне, приходили. У меня не было этим культом каким-то, я этим не занималась сама специально. Просто, как вам сказать, что это вышло так, что когда меня привезли в Москву, меня стали обследовать. Это первое было начало из начала. Потому что вот эти феноменальные способности, они могут выходить уже с эренически больных людей. У людей заболевает паранойя, там разные. И в те времена, это были же 50-е годы, 60-е годы. В наше время это считалось страшным пороком, и таких людей просто боялись. Ну, и даже в то время, когда меня, в том числе, первые, когда стали проверять, что у них происходило, они меня до такой степени проверяли, что даже мне давали алкоголь, чтобы я опьянела, и моими руками лечили, и у меня стояло, ну, трудно стоять, мне давали алкоголь, вино специально, чтобы ноги подкашивались. Тем не менее, когда у кого спина болела, или еще что-то, я помогала. То есть, получается, бессознательно. Я просто руку там клала, или еще что-то делала. Но тот случай, который был на прошлом, на первой программе у нас был, это случай, что с космосом у меня сон в видении, это не сон был, это видение, что эту книжку прочитала, которая на столе лежала. Ведь там же четко было написано, как посадить больного, как его распределить, и как начать лечить. Мне же только один раз эту книжку показали. И несмотря на то, что моя бабушка была целитель, она же мне тоже не учила. Она сказала, придет время, будет знак. И вот этот знак-то пришел тогда, когда мне было 11 лет. И в 19 лет, когда меня уже Москва попросила, стали просто мной интересоваться. И это вот и стало происходить. Первые электроды, которые были по столе, меня проверять стали, у них электроды эти стали ломаться. Это получается, что биоэнергетическое поле сильнее, чем их аппараты. Получилось так. Один аппарат улетел, второй не дали, потому что очень дорогой. Они очень стоили дорого. В то время, сейчас, может, не знаю. А в то время они очень дорого стоили. И, конечно, уже не позволили с этими аппаратами мне сидеть. Цвета. Сзади входили люди, они показывали, где цвета. Зеленый, красный, желтый. Их определяются, они моментально, эти цвета. Но, возможно, черный и белый не определяется. А вопрос, почему? Черный цвет – это мертвый цвет. И белый цвет – это тоже мертвый цвет. Молочный цвет – это уже живой цвет. А черный и серебро – это тоже уже живой. Но только они принадлежат совершенно двум разным сторонам. И если мы скажем, а почему белый – это нас считается тоже мертвый. Если мы возьмем, что всех религиозных людей хранили по-настоящему в белом. Потому что они умерли. Их со светом хранили. Люди, которые умирают, зельсмод, самоубийцы. Фактически правильно их черное кладут. Вообще-то, по идее. Потому что они сами себя порешили, и дар Божий, они унесли свое тело. Они же были для чего-то пришлые. Они это довели. И очень много талантливых людей ушли от этого. А кто туда убирает? Вот эта негативная энергия, которая рушит нас. Они начинают бомбить людей со светлой энергетикой. И начинают в открытую кричать «Мы вас уничтожим». Что значит, что уничтожите? Или изнутри начинает эта зависть, жадность, алчность. Так вот, если всем этим границам закрыты двери, вот этой алчности, жадности и зависти, то у нас у людей даже в другая жизнь не пойдет. И вот сейчас свет пришел-то другой, к другой жизни. Только для того, чтобы нам прекратить вот это мучение, надо людям научиться тоже, этим людям, которые такая злость идет, останавливать их. А каким образом? Не идти с ними на компромисс. Не идти. Просто-напросто не общаться. Заметили это? Не говорите, что вы это заметили. А просто отходите от этого. Потому что у людей, у которых зависть, у них начинают щеки краснеть. Вот им что-то скажешь, или что-то начинаешь объяснить, или они тебя тут же тебя останавливают грубо. Тут ты такая вот нехорошая или еще что-то. Типа я сам. Это бывает двух случаев. Или это заболевание изнутри этого человека, или он уже врожден этим. Тоже как феноменальные способности помогать, и есть феноменальные способности умертвлять. Вот это две категории людей. И вот эти говорят, что вот буду делать, а умертвлять. Нет этого. Это все человек придумал сам. Магия черная. Вот эти вот все грязи, замеси. Это все человек сам создал от своего несостояния внутреннего тела. Изнутри бомбят кто-то. И когда человек расслаблять, начинаешь, он же сам действительно начинает говорить, меня кто-то бомбит изнутри. что это такое? Вот это и есть какой-то негативный шар энергетический, который заложен. И вот даже если сейчас кто-то нас негативный может слушать или потом будет прослушать, он тоже то же самое скажет. Чушь. Какую чушь, она говорит. И он скажет, не про меня чушь, он меня не знает. Он меня даже, может быть, и не захочет знать. Но вот именно ему будет мешать эта энергия, которую я сейчас призываю людям, чтобы все болячки прошли. Чтобы позитивное настроение у людей было. И вот эта энергия, она его начнет думать так, а эта энергия его зажмет. Может быть, начнет горлом плохо дышать или еще что-то. А тех людей, у которых энергетическое зерно стоит позитивно, даже если он разораженный, у него наступит вдруг освобождение. Вот наша щитовидка, ведь она же ответственность за это несет. Это щитовидка, которая работает над всеми людьми. Ну, в особенности это характерно для женщин, поскольку эмоции женщины, лунное создание, будем так говорить, они больше подвержены эмоциям, поэтому дисбаланс щитовидной железы у них ярче выражен, чем у мужчин. Да. А так как я эндокринолог, и я могу заявить, то, что когда смотришь мужскую щитовидку и женские железы щитовидные, они даже отличаются. Хотя, когда в Брионе, они одинаковые тут, но когда начинается рождение ребенка, первый выход, они даже кричат по-разному, если даже не смотреть, мальчик или девочка, просто прямой человек, нормальный, он скажет, да, ребенок родился, и не поймут, кто родился, мальчик или девочка, а у них по крику даже и видно, кто это родился, мальчик или девочка. Если сейчас животные приходят нам в дом, берут камушек и стучат не плапами, а камушком, стучат, дай поесть, у меня родился кто-то. Вот у меня сегодня было так, у меня лично, барсук, так как я в лесу живу, и барсук пришел, он не что-то, камушек берет, и камушком стучит тебе по стеклу, потому что знаешь, что у меня в доме собака есть и хомяк. То есть к вам сегодня приходил барсук, постучал к вам камушком стекло и попросил покушать, правильно? Да. Ну, бывает. Ну, мне салом морковку, там дала, я его лично потом не видела, но потом морковка через три минуты исчезла. Ну, хорошо, хоть не медведь, поскольку в прошлый раз мы говорили о том, что у вас там в лесу и медведи водятся, и я вот думаю, как мы будем к вам приезжать, поскольку речь идет о том, что, ну, как там найдутся ведь желающие приехать к вам, ну, во-первых, посетить Альпы, во-вторых, повстречаться с вами, ну, и, опять же, поучиться чему-то. А тут медведи. Или не так страшно? Не, не так страшно. Здесь очень-таки честные охотники, которые очень позитивно думают. Они у них не убивают, но у них отводят в сторону. Поэтому здесь, за это бояться здесь не надо. И здесь такие леса, можно сказать, как парки. Я в Сирене погуляю, удивляюсь, как так можно за лесом ухаживать, как парки. Везде есть и туалеты, везде есть кабеечки, везде вы можете помолечку выбрать и тут же попить, и тут же из-за красивой сосны выходят келлеры и предлагают вам попить что-то в лесу, думать, ну, в лесу или в двери. Келлеры – это лесники? Ну, да, это специальные такие динсты, услуги такие есть для людей, кто любит лес, и в лесу прямо предлагают напитки, там что-то мороженое, там лес кушает что-то. Здорово у вас. Да. Понятно. Ну, хорошо, Ларис, это все действительно очень интересно. Время нашей программы, правда, уже подходит к концу, мы с вами, естественно, будем встречаться и впредь. Давайте мы с вами, точнее, вы с нами проведете какую-то вот такую, и это будет нашей доброй традицией, какой-то вот такой вот, ну, скажем, медицинский совет от Ларисы Суверон как раз в тему нашей сегодняшней программы, а мы говорим о здоровье. Ну, можно и не один. Мы даже можем сделать так нашу программу, кто идет на нашу программу, пускай сразу готовит воду, стаканчик воды рядом. То есть, перед программой, сегодня, сейчас уже поздновато, но давайте на следующие, на следующие наши программы, мы, кстати, все наши программы озвучиваем и объявляем на Facebook в основном, а также sungatesradio.com тройное W sungatesradio.com у нас есть Skype, Skype sungates108, добавьте нас в контакты, и мы найдем возможность, если у вас есть какой-то прямой вопрос к Ларисе Суверон, или какие-то, скажем, есть проблемы со здоровьем, или с чем-то еще, то, пожалуйста, обращайтесь, мы вас каким-то образом соединим. я полагаю так, что если мы уже говорим о здоровье, и вы видите и цвета, и кровь, на самом деле, это уже не секрет, как она, в общем-то, внутри нас бегает по жилам, да, то вы можете помочь, и таких случаев было много, я сам этому свидетелен, да, даже на интернете, или по телефону. Майка, извините, я хочу вас перебить, мы ту тему затронули, как я обнаружила в 18 лет, в 19 лет, когда в Москве меня проверяли, у меня 100 человек лечились у меня энергетически, и когда пришли, дали мне документ, что я феномен, выступил сам главврач, который я в лицо его не видела, но знала, что он меня проверяет, они спросили у него, скажите, вы уверены в это, в то время, что сурик это называлось, в мое время тоже, как сейчас, они спросили, насколько вы убеждены в этом экстрасенсии, который вам сказал, что он здоровье, правильно или нет. 100 человек прошли через меня с моими диагнозами, и он когда встал и сказал, я не скажу вам на 100% об этой женщине, но я вам скажу на 200%, что это действительно феномен, и я говорю, я ручаюсь за нее, и там 10 врачей поднялись, то же самое сказали, даже каждая деталь была сказана правильно, и говоря даже о том, что я была еще юная совсем, мне не нужно были эти дипломы, мне ничего не нужно было, это не диплом, это документ, который представляет до сегодняшнего дня документ, как занесен в красную книжку, и не потому, что я что-то там себя еще хочу, просто я сейчас наблюдаю за многими, которые ставят диагнозы, к сожалению, не совсем правильные, очень грубые диагнозы. То есть вы, в принципе, можете поставить, если человек имеет какую-то проблему, то вы можете поставить диагноз, правильно? Получается, это психологический диагноз, но каждый орган, он выдает свой резонанс, свой резонанс. И в каждом органе есть наше мышление. И вот в каждом мышлении это и есть наш отзывок идет от нашего будущего и настоящего. Вот про это я просто хотела сказать, то что феномен, он рожден. И этот документ в наше время давали очень кому-то редко, почти что никому. Почти что никому. Даже Джуна, настолько она все-таки была как-то тогда на подъеме была, у нее тоже не было этого документа, у нее был только академик. А вот этого документа, который у меня, это уже оригинал и который никогда не уйдет ни с какого архива. Феномен. Все. Я тогда это слово сама, честно говоря, не понимала. И с годами я потом поняла, почему мне хорошо медицинский дарит закончить, только из-за того, что я феномен. Да, да, здорово. Очень интересно. Ну, эти факты нам знакомы. Для тех, кто вас еще не знает, теперь уже узнали или узнают, поскольку они будут смотреть наши программы на Ютьюбе, ну, как бы раньше это не было такой возможности, интернет все-таки тогда еще не было, теперь есть, слава Богу, и мы имеем доступ вот таким серьезным вещам. ну, давайте мы все-таки проведем, или, точнее, вы нам посоветуете там один, два, может быть, совета сегодня, вот в наше время. Чего нам надо, может быть, есть, вы уже сказали, так, ну, тем не менее, какие-то вот такие советы от Ларисы Суверон. В следующий раз, да, или в следующий раз? Давайте мы сейчас один, если у вас есть, а в следующий раз мы дадим больше советов. Ну, так, чтобы каждую программу мы заканчивали каким-то советом от вас. Ну, вот возьмем, например, наши жиры, вот у нас живот растет, человек растет живот, растет, не может он ничем, ни лекарствам, никакими гимнастиками, никаким спортом он его не может убрать. Не диетами, да? Нет, не диетами. Это что у нас получается? Это, во-первых, возьмите в моду 40 минут ходить, просто ходить. 40 минут. Это первое. И потом съедайте в день один помидорчик и огурчик. Но при этом вы кушайте, и все. Ну, как все. Вот опять же, вот это мясо, роу, красное, это коровье мясо, циги мясо, овечка, овечка. Вот это мясо придержитесь. Если вы хотите куру вареную, только отвареную куру, рис, и мыслями всегда идите так, чтобы у вас уходило вот это состояние. И потом берете стакан воды, наливаете пол чайной ложки уксус яблочный, наливаете туда. И если у вас есть возможность, отдельный витамин С, но лучше, чтобы он был вместе с этим раствором. И выпиваете немножко, глотками. И вот этот жир, желтый, жир, который у вас на животе, ему никуда не останется делаться, как растворяться. Он начнет у вас разжиживаться в вашем кишечнике. Первое, что вы почувствуете, вам легче дышать будет. Первое. Это обязательно уже то, что связано с желтым жиром. И этот желтый жир, если он только выйдет из наших бедер, живот, когда он начинает расти, он выходит из бедер. Это говорит о том, что наши бедра начинают болеть. Человек ложится и говорит, у меня болит бедро, я не могу лежать. Это говорит о том, что пошло у вас в кишечнике. У вас где-то начинает наклеиваться вот этот вот желтый жир. Для того, чтобы заранее его ликвидировать, значит, мы делаем что? Вот стаканчик, немножко уксуса туда, яблочного, чуть-чуть там, четвертиночку, и витамин С. Есть такие ампулы, капсулы есть такие, они так даже называются, яблочный уксус с витамином С. Для расстроения желудка. Вы можете, я не знаю, есть ли у вас этого в Америке, нету, и в Европе оно есть. Ну, я думаю, что есть. Я тоже думаю, что да. Ну, хорошо, здорово, замечательно, спасибо большое, Лариса. Ну, и я хочу еще раз повторить о том, что вы уже сказали, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям. В следующий раз, когда у нас будет программа с Ларисой Суверон, обычно эти программы состоятся либо во вторник, по московскому времени будем говорить в 17.30, либо в четверг в это же время в 17.30. Ну, будем ориентироваться на вторник, да, или в четверг. Я думаю, что у меня вторник меня больше устраивает. Вторник, просто вот накладка была у нас в этот вторник, поэтому мы перенесли на четверг. Вот, ко вторнику в 17.30 по московскому времени, 9.30 утра у нас в городе Чикаго, вы, пожалуйста, запаститесь стаканом с водой, правильно? Обычная вода, питьевая вода, да? Из-под крана или какая-то там фильтрованная или из-за магазина, не имеет значения, да? Абсолютно имеет значения. И вот то, что сегодня мне хочется, чтобы кто это почувствовал, состояние ему легче стало, пожалуйста, тоже напишите это. Написать что? Ну, ответили, что легче им стало, потому что я... Да, да, все правильно, да. Вот те, которые, да, те, которые, ну, это относится к тем людям, которые не только сейчас в данный момент слушают нашу программу, а те, которые будут смотреть эту программу в записи, да? Да, потому что я сделала немножко так, чтобы на них пошли дефлюиды более сняли, чтобы более настроение изменилось, что не почувствую. Ну, замечательно, это, в общем-то, настолько серьезно, что тут скоро, я помню, как у нас этот заряжал воду там... Чумак. Чумак, да, Алан Чумак заряжал воду, и все сидели перед телевизором с банками и с водой, вот, и заряжали. Ну, не знаю, эффект от этой воды, был или не был, но тем не менее. Хорошо. Лариса, спасибо вам большое за ваше время и за вашу очень интересную, как всегда, программу. Ну, и мы будем встречаться и далее. Ну, а вам хорошего остатка вечера, поскольку у вас уже вечер, примерно, сколько, 19.30, да, примерно у вас? 17.30, 17.30, да, ага, 17.30, ну, тем не менее, тем не менее. Хорошо, и мы встречаемся, вот, как на сегодняшний день, во вторник, в 17.30 по московскому времени, да, все, всего доброго, спасибо большое вам. И вам всего доброго, и всего хорошего блага и настроения. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok